Мы переходим к миру нефти и газа, нашему любимому миру, с Михаилом Крутихиным. Здравствуйте, Михаил Иванович. Здравствуйте. Доброе утро. Скажите еще пару слов, потому что, кажется, мы вас не слышим пока. Раз, два, три, четыре, пять. Вот, теперь прекрасно слышно. Ура, да. Теперь прекрасно слышно. Не появится. Да, ну, приближается момент, когда мы, российские торговцы нефтью, должны почувствовать всю мощь санкций. Насколько они, на ваш взгляд, к этому подготовились и как будет выглядеть этот самый момент? Ну, наступит уже как-то так трудно говорить о пятом декабря, когда вступают в силу вот эти новые санкции, потому что все ждут еще 23 ноября, когда должны будут объявить так называемый потолок цен на российскую нефть. Какой он будет точно неизвестно. Раздавались всякие слухи от 40 до 65 долларов за баррель. Что это такое, в конце концов, будет непонятно. Но цена эта будет так называемая ФОБ. То есть это в порту, когда вот нефть отгружена в танкер, а дальше уже стоимость перевозки, фрахта, стоимость в порту прибытия, это уже совершенно другие вещи, которые вот этих ограничителей цены не интересуют. Посмотрим, что из этого может получиться. Теперь насчет приготовились или не приготовились. Ну, от нескольких вещей зависит. Вещь номер один. Когда у нас говорят, что российские официальные лица, начиная с президента, говорят, что вот если какая-то страна присоединится к этим мерам по ограничению цены на российскую нефть, то туда нефть поставляться не будет. Ну, все почему-то предположили, что если потолок будет удобный, ну, где-то 60, скажем, долларов за баррель, то Россия все равно будет иметь какую-то возможность получать прибыль от этого экспорта. То есть это вполне покрывает расходы на добычу этой нефти. И вроде бы Россия согласится, формально никуда не присоединяясь, и продолжит экспорт морем вот этой самой нефти. Но, первое, предположить, что президент, ну, утрется, примет вот это вот унизительное положение и скажет, ну, хорошо, будем дальше экспортировать даже тем, кто присоединился к этим санкциям. А тут 50-50, вот как он себя поведет. Президент у нас совершенно сознательно угробил российский газовый экспорт, распорядившись сокращать, а потом вообще прекращать поставку газа многим клиентам в Европе. А теперь он вполне способен объявить, да, вот мы такие гордые, и мы не будем вам поставлять никакой нет тоже, как мы не поставляем газ тем, кто нам не нравится. Может быть. Вот это вот все ждут этого момента. Второй момент, насколько готовы. Тут, если вводится ограничение на страхование российских нефтеналивных грузов, если они пойдут по цене выше вот этого потолка, то к этому ограничению присоединится, ну, вот сейчас подсчитывают примерно 85% страховых компаний мира, которые входят там в лондонский клуб страхователей и так далее. А кто будет это все страховать? Это первый вопрос. Российской страховки тут явно недостаточно. Наши Ингосстрах, еще там есть пара компаний и организаций. Будут ли их принимать вообще вот эти документы застрахованности этих грузов? Дальше мы видим, что Черное море вообще может быть закрыто для российских танкеров, потому что турецкие власти объявили, что без нормальной страховки через Босфор никакие российские нефтеналивные суда не пойдут. Это означает, ну, как минимум 650 миллионов баррелей в сутки, которые оттуда из Черного моря, из России уходят дальше, они не пойдут никуда и останется у России, ну, останется Китай, куда нефть в основном идет по нефтепроводу и там все мощности задействованы по максимуму. Ну, немножко с Сахалина еще там Китай получает. И останутся у нас Балтийские порты. А кто может дать гарантию, что та же Дания не перекроет вот этими условиями о страховании свои датские проливы? Каттыгат, Эрисун и, ой, господи, Скатерак. Вот это тоже неизвестно, перекроют или не перекроют. И тогда что у нас остается? Сюда останется несколько маленьких таких точек, откуда можно экспортировать нефть морем. Это порт Варандей, маленький порт Варандей, ну, там 10 миллионов тонн максимум можно откуда-то вывезти. Где, простите? Это в Баренцевом море, который сейчас, тот кусок его называется Печорское море. В моем детстве не было никакого Печорского моря, только была Печорская губа. А теперь у нас еще и Баренцево море есть. Вот оттуда Лукоил экспортирует. Немножко Газпром нефть экспортирует со своего, из Ямальского автономного округа. Очень немного. А там не замерзающие, да? Ледоколы нужны. Ну, не замерзающие там Варандей. Я понял, да. А там дальше замерзает, там ледоколы нужны. И Сахалина. Вот та нефть, которая может туда идти. Куда-то в Китай там или еще куда-то. И затем есть проблема с танкерами. Вот те танкеры, которые согласятся, ну, как бы контрабандой вести под санкционную нефть из России, их у России недостаточно. Вот у России сейчас где-то 60 танкеров. А у меня вопрос. Мы говорили на прошлой неделе с Сергеем Алексашенко, и он говорит, что по всему миру кто-то, кто-то начал скупать танкеры. Действительно ли это так? Слухи такие ходят. Потому что, ну, вот таких, условно говоря, бесхозных танкеров в мире уже посчитали. Где-то, по-моему, 320 танкеров насчитали. Это уже готовые к списанию танкеры, которые еще можно эксплуатировать. Находящиеся в распоряжении компаний, особо неразборчивых, они могут как-то организовать такой фракт. Но дело все в том, что вот из этих танкеров, больших, океанских, ну, примерно 60 там где-то танкеров. Так что поменьше вот это число. Большие танкеры, они в российские порты не могут заходить и грузиться. Это надо куда-то, где-то перегружать в них нефть, где они бегают по океану, эти танкеры. А конкуренция за эти танкеры большая. Это, во-первых, Иран. Во-вторых, Венесуэла, которая использует вот эти контрабандные пути для поставки своей нефти в обход эмбарго и санкций, которые против этих стран существуют. И там России придется соревноваться с этим. Но России сейчас примерно не хватает, вот по подсчетам, 110 танкеров, чтобы поддерживать морской экспорт на прежнем уровне. Вот смотрите, сколько ограничений. Во-первых, ограничения могут ввестись самим президентом. Мы на вас обиделись, мы вам нет, не оставляем. Второе, это ограничения по страхованию, которые могут закрыть и проливы, и которые могут просто закрыть пути многим танкерам без всякой страховки. И третье, это вот отсутствие достаточного числа танкеров, конкуренция на этом контрабандном рынке. Посмотрим, что получится. В принципе, 5 числа 5 декабря вступают в силу вот такие ограничения. Михаил Иванович, как там в этой старой мускулинной присказке? Невозможно понять, чего хочет женщина и того, что сделает Владимир Путин. Но если серьезно, ведь мы привыкли, что он такой гибридный президент. Все его решения такие гибридные. Мы заявляем одно, а в итоге получается гибрид и того, что мы заявили, и то, что мы отрицали. Вот если он заявит, мы обиделись на весь свет, вам же хуже будет, и мы никакую нефть от себя по потолку цен давать не будем. Действительно ли миру будет хуже? Действительно ли это взорвет рынок нефти? И можно я добавлю? Будет проблема экономики. Но при этом он вполне может санкционировать вот эту самую контрабандную торговлю нефтью. Как это будет? Да, Ир? Я хочу добавить к этому маленький вопрос. Вот вы сказали 60, если будет. А 60 это уже вот стыдная для Путина цена? Нет, она не такая стыдная. Дело все в том, что когда в мире цена, вот сейчас около 95 долларов, есть небольшая скидка по российскому сорту, но в принципе где-то 72-75 сейчас вот российский сорт. Юрос, он торгуется по этой цене. Если ограничить, скажем, потолком 60 долларов за баррель российской нефти, то, ну, немножко унизительно, но с коммерческой точки зрения, оно, нефтяные компании пострадают, но не сильно. И даже российский бюджет, я думаю, не очень сильно пострадает. Поэтому, ну, а то, что касается действительно решений Путина, ну, это как в начале его президентства. Там все смотрели, он, у меня даже фотокопии есть документов, где он лично какое-то указание на, в уголке документа, обычно в левом углу верхнего документа, он что-то такое писал, с чем-то соглашался, что-то, что-то, а потом игнорировали, искажали, сокращали. В общем, все делали так, как, ну, сделал он что-то одно, а потом все ожидают, ну, а завтра к нему в кабинет какой-то другой приятель придет и попросит о другой услуге, которая нейтрализует вот его первое указание. Все это вот так вот и было раньше. А сейчас он иногда вот по газу, например, он сделал, да, вот не хотите там в Финляндии присоединяться к обманной притворной схеме оплаты в рублях, мы вам больше не будем поставлять газ. И вот с несколькими компаниями он так, в общем-то, и сделал. Все это было выполнено, потому что «Газпром» как раз указание Путина выполняет неукоснительно. Посмотрим, как себя поведут нефтяные компании. Там ведь у нас не только государственная, контролируемая Сечиным, «Роснефть», там есть еще и компании, которые Путиным не контролируются, типа «Лукойла», ну, условно, «Сургутнефтегаз» какой-нибудь, «Татнефть». В общем, сильные, большие компании, которые могут проявить самостоятельность в организации экспорта. Вы упомянули, мы обязательно вернемся еще к компаниям, но вы упомянули Сечина. Вы знаете, не знаю, как у вас, у нас в Японии, так вот, не знаю, как у вас в Норвегии, у нас в Германии, когда приезжают люди из Москвы, они вот так вот полушепотом, вытопыривая глаза, говорят, «А вы знаете, что Сечин против войны?» и так далее. Вот скажите, пожалуйста, во-первых, откуда берутся такие разговоры? А во-вторых, действительно ли нефтяная отрасль толкает Путина к мирным переговорам или чему-нибудь такому, в том числе в лице Сечина? Значит, Сечин в отношении войны и в отношении мирных переговоров, в отношении всего политического, он сохраняет полное молчание, абсолютно. То есть, вот, что он этого не касается. Единственное, что делает сейчас Сечин, это, ну, он у нас ответственный секретарь все-таки в президентской комиссии по ТЭК, по топливно-энергетическому комплексу, и поэтому он фактически, ну, как бы исполнительный директор всей российской нефтяной отрасли, который командует вот как раз этой комиссией. Но Сечин сейчас занят совершенно другими делами. Он, в основном, занимается, во-первых, экспортом газа в Китай, экспортом нефти, прошу прощения, в Китай, и второе, это он развивает свой самый амбициозный проект, так называемый «Восток-Оил». Это что такое? А это, я вам сейчас объясню, вот, если вы помните, там картинка такая на экране телевизора, Сечин сидит напротив Путина, а рядом у них хрустальный такой графитчик, и в графинчике темная жидкость. Но это не ликер какой-то, а это нефть, которую якобы добыли из скважины на западно-иркинском месторождении. И вот это где-то в районе Таймыра уже, это дальше на восток, чем вот у нас западно-сибирские месторождения все. И там Сечин задумал, ну, во-первых, организовать новую точку экспорта российской нефти через Северный морской путь. Будет построен бухта Север, называется вот этот новый терминал. Это он оттуда выходил на прямую линию с Путиным-то, в таком зимнем антураже? А нет, это я не видел. Там около острова Диксон, вот, якобы уже начали строить какой-то терминал, чтобы оттуда экспортировать 30 миллионов тонн нефти в год по Северному морскому пути. А куда? В какую сторону? А в любую сторону, можно в сторону Европы, можно в сторону Азии экспортировать все это. Ну, Китай, в принципе, возьмет, если туда все это дойдет. Ну, да, под этот огромный проект уже есть государственные гарантии, государственные субсидии, налоговые льготы в размере 1,6 триллиона рублей на 10 лет. То есть там много-много выделены бюджеты, которые пилить, пилить, пилить и пилить. Но есть проблема. Во-первых, там столько нефти нет. Вот когда Сечин заверяет, что у него вот в этом проекте чуть ли не 6 с лишним миллиардов тонн нефти, вот там ресурсы этого проекта, то под большим секретом, ну, как люди, которые работают на разведке вот этих запасов, они мне докладывают, знаете, то одна скважина пустая, то другая, то третья. То вот нет этого поступления, ну, нет там столько вот доказанных запасов нефти, которые могли бы обеспечить такой экспорт. Это первое. Второе. Там еще не построена вот вся инфраструктура, которая должна там быть. И третье. Вот что такое 30 миллионов тонн нефти в год, которые должны из одной точки вот там экспортироваться экспортироваться по Северному морскому пути в любом направлении. Это один танкер в сутки. Причем танкер ледового класса, который стоит примерно сейчас 170 миллионов долларов каждый. Таких танкеров нет. Вот достаточного числа у Роснефти просто не существует. Нужно их где-то заказывать. А корейцы уже отказались, например, их Hyundai Heavy Industries отказались строить танкеры и прочие суда для России. И многие другие отказались. Вот где их заказывать, где строить, усечена для этого была, ну, существует сейчас контора по названию верфи «Звезда» на Дальнем Востоке. Вот что это такое? В Корее строили суда ледового класса, к ним отдельно строили вот носовую часть, нос для этого суда. Потом отдельно доставляли все это на «Звезду» вот эту. И там приваривали вот эту носовую часть к этому построенному корейцами хвосту и говорили, вот нашего производства замечательного совершенно ледового класса. Аппарат спускается на воду, и мы сейчас, значит, его начнем эксплуатировать. Несколько штук таких построили. Но их нет сейчас. То есть вот танкеров тоже нет. И поэтому это афера, это грандиозная афера, вся вот «Восток-Ойл» этот и по запасам, и по инфраструктуре, и по возможности вывоза этой нефти, которая пока просто не существует. Вот чем занят сейчас господин Сечин. Но если говорить о компаниях, простите, вот вы упомянули, что все-таки Сечин не единственный человек, который торгует нефтью в России, и государство не единственный игрок. А что происходит с «Лукоилом», что происходит с «Статнефтью», что происходит с этими компаниями, как они себя ведут? Нет, идет экспорт. Вот «Лукоил», он же отправляет свою нефть не только через порт «Варандей», там, из Ненецкого автономного округа, часть Архангельской области. Он отправляет и через Балтику, он отправляет через систему «Дружба», нефтепроводную систему «Дружба», и отправляет свою нефть с Чёрного моря. Ему иногда недалеко её везти. Иногда он продаёт нефть в Италии, иногда он продаёт нефть в Болгарии, где у него есть нефтеперерабатывающий завод. В Италии у него тоже есть нефтеперерабатывающие заводы. Он иногда в Турцию отправляет нефть. Так что там продолжается пока поставка нефти. И, кстати, вообще общий поток морской нефти из России, вот доставленный морем из России, он ещё не уменьшился. Он даже немножко увеличился, потому что потребители срочно покупают эту нефть со скидками, а уж потом посмотрим, что санкции получатся. И поэтому экспорт нефти идёт. Но когда я разговариваю со своими друзьями, с источниками в нефтяных компаниях, я говорю, ну вот вы вообще-то, у вас когда-то всегда были планы. Выхода на новые месторождения, разведка новых запасов. У вас же там есть лицензии на какие-то участки, а в лицензиях записано. В течение вот стольких дней вы должны сделать такие вот разведочные работы. Сейсмосъёмки сделать 2D, 3D. Вы должны там скважины пробурить, поисково-оценочные какие-то. Вот чем-то вы этим занимаетесь? Они смеются. Говорят, вот что мы сейчас делаем, это мы просчитываем варианты, как мы будем секвестрировать добычу. То есть сокращать добычу, потому что на эту нефть у нас больше не будет покупателей. На огромные, в общем-то, объёмы этой нефти. Я просто здесь хочу уточнить один момент. Нет. Если я правильно помню, российские нефтяные скважины не такие, как, например, в Арабских Эмиратах или в Саудовской Аравии или в Катаре. Они не по той системе, что кранчик открыл, кранчик закрыл. Если ты закрываешь нефтяную скважину, ты потом ей с большим трудом можешь пользоваться. Или я ошибаюсь? Во-первых, дебиты, так называемые, вот сколько нефти выходит в единицу времени из российских скважин, они несравнимы с тем, что происходит, например, в Саудовской Аравии. Там, если скважина даёт одну-две тысячи тонн в сутки, то это нормальные скважины такие. Их не так много нужно, поскольку поток нефти очень хороший. Она сама идёт без всяких насосов, и тем более там тепло, и, в общем-то, она ничего там не замерзает особо. То в России средний дебит скважины – это около девяти тонн в сутки. Это не тысяча, это не две тысячи, это девять тонн в сутки. Ничего себе. И для того, чтобы из скважин, вот когда-то пробурены. А у нас очень большой фонд скважин в эксплуатации, которые когда-то пробурены, и вот они так вот работают, работают. Там этот дебит снижается, и дебит нефти снижается ещё по двум причинам. Первая – там есть такая вещь, как заводнение. Вот чтобы вытеснить оттуда нефть, рядом бурят какие-то скважины, туда закачивают воду. Ах, если бы только воду. Да, ну… Там такой раствор, что ничего живое не выживает вокруг. Ну, а в основном воду, конечно. А второе… Миной раствор воды, да. А второе – это сам малый дебит этих скважин. Вот нужно погружать туда, вот в эту щель, погружной насос электрический. Или ставить на поверхности станок-качалку. Вот качалка такая, там внизу что-то такое длинного цилиндра, откуда вот она насосом таким качает нефть. И поэтому, естественно, там, ну, пол ведра этой нефти выходит. Смешно сказать. Так вот, если закрывать такие скважины, ну, ладно, оттуда можно поднять этот насос. Он старенький насос, он много работал. Чтобы его заменять, надо покупать новый, скорее всего, китайский какой-нибудь насос для погружения. А потом, если эта скважина простояла какое-то время, то начинается процесс, который называется запарафинивание. Вот там есть в нефти парафин, который может закупоривать, вот нарастать на стенке, закупоривать эту скважину, чтобы потом ее раскупорить. Там много что нужно делать. Или туда метанол закачивать, или еще что-то. Или просто бурить рядом другую скважину. Потому что эту уже использовать невозможно. Вот такие старые скважины, которые при консервации или при ликвидации, они потом, нельзя их восстановить экономичным способом. Вот они большинство фонда скважин в России как раз и составляют. Это, закрывать их, это значит, чаще всего закрывать навсегда. Если говорить, опять же, о том, что будет делать в этой ситуации такие компании как-то от нефти, Лукойл, насколько они теперь нужны государству как часть Роснефти или как сами по себе государственные компании? Каково их будущее? Ну, слухи как раз по отрасли ходят, что Сечин, который всегда занимался укропнением Роснефти. Когда-то у него идея была Роснефть с Газпромом соединить и создать гигантскую компанию. И Роснефть и Газ, эта идея не пошла. Но он столько компаний частных, вполне эффективных, поглотил самым варварским способом, что дальше, я думаю, он может и не остановиться. Да, в нефтяных компаниях ходят, ну, пока это слухи, что есть планы взять под государственное крыло и другие какие-то компании. Но, может быть, что-то останется. Сургут, нефть и газ, возможно, останется. Это очень странная особая компания по устройству своему и по финансированию. Ну, может быть, вот псевдо-национальные компании, Башнефть, ну, Башнефть поглотили. А Татнефть, Татнефть, ну, скорее всего, нет, потому что Татнефть – это немножко очень интересный организм, про него можно долго рассказывать. Это эффективная в целом компания, но в ней очень много, как бы, компаний-сателлитов, частных, не очень больших компаний, во-первых. И, во-вторых, там нефть, она несколько особого свойства. Она тяжелая, вязкая, там много серы. Строятся новые мощности по переработке именно такой нефти. Но что из этого получится? Вот в российской действительности, ну, у нас гадать-то пока не приходится. Если вдруг аппетиты разыграются и в условиях мобилизационной военной экономики возьмут и вообще все национализируют, то, может быть, и это получится. Это значит полное... Сейчас уже отрасли угрожают что? Это архаизация процесса разведки добычи нефти, примитивизация вот старых всех технологий, потому что новые технологии и новое оборудование ультрасовременное в Россию поставлять уже никто не будет. А то, что есть, на сколько его еще хватит? Ну, я думаю, еще хватит. Вот, ну, а те методы добычи, которые сейчас применяются, более или менее примитивные, а что-то вот высокотехнологичное, этого уже не будет. Выхода на шельф нормального уже не будет. Там, во-первых, дорого выходить, тем более на арктический какой-то шельф. А некоторые проекты, они просто не могут продвигаться вперед из-за санкций, потому что на шельфе, если глубина больше 150 метров, то вступают в дело санкций, которые еще в 2014 году были введены. Вот нефтяные проекты на шельфе на такой глубине уже под запретом. Туда никто оборудование и деньги, и технологии поставлять не будет. А кто с нами, Михаил Иванович, кто с нами еще на долгие годы? В Венгрии с нами на долгие годы еще? Да нет, ну Венгрия, она тоже смотрит. У Венгрии где-то, ну сейчас примерно 75% нефти, которую Венгрия получает, без которой не может обойтись, они приходят по нефтепроводу «Дружба». По южной его ветке, которая через Украину, кстати, тоже туда идет. И Словакия, да? Да. Ну, это вот три страны. Словакия, Чехия и Венгрия, они сидят на южной ветке нефтепроводной системы «Дружба». Но Венгрия имеет возможность получать нефть не в таких объемах, хотя увеличиваются объемы. Через Хорватию, хорватский порт Омешаль, вот туда приходят танкеры с казахстанской нефтью, азербайджанской нефтью, и там получают эту нефть и в Венгрии тоже. Но пока они критически зависят от «Дружбы», от «Нефтепровода «Дружба». Ну, давайте прямо скажем, что эти компании зависят еще и от «Каспийского» нефтепровода, который тоже идет через территорию России до Новороссийского порта. Разумеется, там же есть... То есть они в любом случае зависят от российской либо нефти, либо транспортировочной системы. Ну да, потому что они могут получать нефть, в том числе казахстанскую нефть, через Азербайджан и Грузию. Ну, это дороже, наверное. Ну, потому что там... Ну, это, да, это подороже. Не сильно подороже. Вот у Казахстана, например, они взяли один из портов, нефтеналивных портов на грузинском побережье, просто приобрели. У них есть свои мощности такие. То есть это за пределами России они что-то могут делать. То есть это нужно танкерами гнать нефть, небольшими танкерами из Казахстана в Азербайджан, а затем прокачивать их по нефтепроводу Баку в Супса, вот до побережья Черного моря. И там отгружать уже либо в Батуми, либо в Поти. Получается очень сложная система. Да, это усложняет. Да, иногда там по железной дороге возят нефть на Черноморское побережье. Михаил Иванович, вот вам, может, это покажется глупый вопрос, но вот объясните тогда, почему так невозможно. Вот действительно, уже сейчас в России работают азербайджанские нефтяные компании. Азербайджанские же нефтяные компании транспортируют свою нефть через Новороссийск в том числе. Есть японские компании, которые добывают сахалине и сами же себе эту нефть поставляют. В конце концов, есть Казахстан как партнер, чьи компании можно попробовать спустить. А можно ли продавать российскую нефть под видом азербайджанской, казахстанской, какой угодно? Ну нет, ну во-первых, это сорт нефти другой, это состав нефти другой. То есть нужно каким-то обменом закачивать свою нефть куда-то. Но вот нефть в Азербайджан из России не идет. Она не в Азербайджан идет, она добывается азербайджанскими компаниями. Практически это нулевые какие-то. Где азербайджанские компании работают в России на добыче нефти? В Оренбургской области. В Оренбургской области, да. Но там в основном все... Под услугом. Я же не говорю, что это на экспорт, да. Но тем не менее, просто можно ли воспользоваться какими-то такими компаниями, как прикрытием для продажи нефти из России? Ну, в Казахстане уже нельзя. Микроскопические объемы через Азербайджан, вот под прикрытием. И то я не думаю, что Азербайджан будет заинтересован в том, чтобы его разоблачили в участии в таких схемах. Потому что он смотрит на Запад. Там деньги, там сотрудничество. И своей нефти достаточно. Да, и своей нефти у них пока достаточно. Но Япония... А вот у Японии тут интересное положение, очень щекотливое. Они в России добывают нефть на Сахалине. Например, там в двух международных консорциумах Сахалин-1 и Сахалин-2. Они добывают нефть и немножко газ. Ну, газ они на месте утилизируют. Это в сотрудничестве совместное предприятие с Иркутской нефтяной компанией. Очень неплохое предприятие, кстати. Там и по нефтепроводу Восточной Сибири и Тихий океан. Они эту нефть свою, уже добытую свою долю нефти, они доставляют в порт Казьминой. И оттуда танкерами, естественно, вывозят в Японию. Продолжается это сотрудничество. Ну, и еще есть сотрудничество Японии в будущем проекте, который пока еще не вышел на стадию производства. Это сжижный природный газ. Это Арктик-СПГ-2, так называемый. Там есть две японские компании. И еще японский банк, даже не один, финансирует часть вот этого проекта. Проект еще не дает никакой продукции. Но японцы объявили, что да, мало того, они согласны даже на увеличение своей доли в Сахалине-1, откуда ExxonMobil ушел. И они могут там получить, вот по последним сообщениям, даже 30% вот этого консорциума и оттуда качать нефть. Это им выгодно. Иногда они даже считают, что они критически зависят от поставок нефти из России и не могут это прекратить. Вот так. Ну, то есть, из того, что вы говорите, становится понятно, что да, российская нефтяная промышленность, как отрасль, конечно, страдает и, конечно, лишается будущего. Но никакого удара в конце ноября-декабря ждать не стоит. Ну, будет поддушиваться немножко и все. Нет, нет. Вот это мы... Объемы-то не... Вот те объемы, которые получает та же Япония, они сейчас все идут. А вот что прекращается, если полностью вступают в силу санкций на запрет морской перевозки российской нефти, полностью вступают за несколькими исключениями, там есть исключения, которые делают для Болгарии, там еще для пары европейских стран, которые не могут без этого якобы обойтись. Это у нас получается... Мы считали, 51% экспорта российской нефти, вообще экспорт российской нефти, он прекращается с 5 декабря. Это половина. А 5 марта следующего года 57% экспорта нефтепродуктов из России. А что такое прекращение экспорта нефтепродуктов? Россия в основном экспортирует так называемые полуфабрикаты, будем их так считать. Это мазут, это в первую очередь мазут, это примагонный бензин, нафта ее еще иногда называют, вот этот примагонный бензин, он очень хорошее сырье для нефтехимии, а мазут для дальнейшей переработки в другие нефтепродукты более высокой стоимости. И если экспорт этих продуктов прекращается, то их девать некуда. У нас российские нефтяные предприятия, они для внутреннего рынка, некоторые могут из них что-то сделать, а некоторые просто не способны. Вот у Роснефти Куйбышевский так называемый, то есть Самарский узел нефтеперерабатывающих заводов, он невысокого уровня технологического развития, и оттуда, в общем-то... А ты еще ЮКОС делал? Ну, нет, и ЮКОС там поработал, но он был остановлен в своем развитии, когда Роснефть стала скупать краденое, имущество ЮКОСа. Вот одевать-то куда вот эти полуфабрикаты? В России рынка для них нет. И поэтому будет сигнал нефтяникам, ребята, вот там столько нефти на наших НПЗ, нефтеперерабатывающих заводов, не нужно, приостанавливайте поставки. Это значит, будут затыкать скважины, ликвидировать какие-то поселки, ликвидировать целые промыслы. А новых проектов нефтяных это уж точно ждать не нужно. Ну, вот мы подробно говорили про нефть, давайте теперь про газ. Я в Европе, когда разговариваю здесь с теми, кто пытается анализировать ситуацию, они говорят, что эта зима уже в общем-то, ну, понятно, как Европа, как Германия, по крайней мере, ее пройдет. Они запаслись газом и так далее. А вот последующий вообще пока белое пятно, пока нет понимания. Действительно ли следующая зима в этом смысле гораздо более критична, потому что сейчас успели, в том числе российский газ, закачать в хранилище. А вот что брать на следующую зиму, пока непонятно. Ну, российский газ в основном использовали те компании, которые его употребляют, в основном даже не для закачки, а закачивали туда сжиженный природный газ, ну, регазифицируя его сначала, затем закачивали, который поступал из разных стран, в основном из Соединенных Штатов Америки, в Европу в тот момент. Ну, и сейчас тоже в основном получается, что из Америки. Есть подсчеты, прогнозы того, что может получиться следующим летом и следующей зимой. Вот красивый прогноз с картинкой предложили в Париже, международное энергетическое агентство есть такое. И они просчитали, когда вот сколько газа вот имеется, сколько будет поступать из разных источников, все, вот сколько нужно, например, для Украины отправить газа, который получает Европа, чтобы поддержать. И у них там получилась такая ситуация, где-то 30 миллиардов кубометров газа не хватает. Вот в их всех раскладах это в следующем году. Дефицит. Ну да, вот не хватает для того, чтобы все, что нужно, все потребности удовлетворить. Но, на мой взгляд, да, там они заложили очень небольшой объем так называемого дополнительного сжиженного природного газа, который откуда-то из новых источников должен прийти. Но мне, вот у меня такое впечатление, что они не учли некоторые моменты. Первый момент, это все-таки ожидается, что потребление энергии в Китае не будет расти так, как вот оно когда-то росло, и Китай не будет нуждаться в таких объемах газа, из сжиженного природного газа. Уже сейчас китайские компании просто перепродают тот газ, который им принадлежит. Они в Европу его отправляют многие. И вот это не учтено в достаточной степени. Затем не учтены некоторые новые проекты по сжиженному природному газу, которые... Ну вот сейчас вот кто ожидал, а тут уже Мозамбик стал отправлять танкеры со сжиженным газом в Европу. Вот не учитываются эти проекты, не учитываются темпы увеличения производства сжижного газа в Соединенных Штатах Америки. Учтены, но не в достаточной степени. И поэтому я думаю, что для того, чтобы вот эти 30 миллиардов кубометров газа дополнительно Европе обеспечить, то нужно будет, во-первых, учесть вот эти факторы, а во-вторых, ну скорее всего, повысить цену на газ, чтобы переманить его из азиатского региона. То есть у нас два конкурента, азиатский регион и европейский. То есть получается, Германия будет платить дороже, в том числе за сжиженный газ. А ее соседи, которые давно отказались от российского газа, такие как Литва, такие как Польша, кстати говоря, крупный потребитель, они окажутся в ситуации, когда они и так российский газ не покупали, а теперь они за... еще и пострадают от того, что крупные игроки, такие как Германия, будут дороже перекупать этот сжиженный газ. Ну вот о ценах мы пока ничего не знаем. Но... Но логика такая. Но не исключено, что газ будет дороже. Это как вот один из самых вероятных сценариев. Соотношение того, как изменится спрос на газ в других регионах и какие будут цены, вот трудно тут делать какие-то прикидки. Но вот мы сейчас уже видим, что в Европе озабочены тем, что цены на газ раздувают сами европейцы. И не просто европейцы, а спекулянты на торговых площадках. Ну, посмотрите, если на берегу в Соединенных Штатах отгружается газ, ну, по одной цене, а в Европе вдруг он становится в три раза дороже на торговой площадке, то кто тут наживается? Это вот американцы наживаются? Ну да, вот пример министр Италии или там президент Франции, они кричат, это все американские компании наживаются. Ну, достаточно на цифры посмотреть, по чем покупается газ на американском берегу и по чем его реализуют на торговых площадках в Европе. Вот сейчас европейцы задумались над тем, чтобы ввести потолок. Знакомое уже слово, но потолок на цену не просто газа в Европе, а потолок вот на цену так называемых фьючерных или фьючерсных, как теперь говорят, контрактов на следующие месяцы или на следующие два месяца, чтобы вот эти спекулянты не должны повышать газ выше какого-то потолка. Как это получится вот у этих ограничителей спекулянтских манипуляций, это совершенно непонятно. Но вот идея такая сейчас прокручивается и очень активно муссируется в Европе. Посмотрим, что будет с ценами. Не исключено, что цена будет вполне разумной. Ну, если говорить о Газпроме теперь, ну, они же не самоубийцы. Правда, понятно, что есть решения, которые очень сильно влияют, отрицательно влияют на то, что будет происходить с Газпромом. Но у них наверняка есть какие-то планы, если не развитие, то выживание. Нет, Газпром самоубийца. Вот совершенно определенно, стопроцентно. Вы посмотрите, любая компания, которая все-таки исходит из коммерческих соображений, не занимается бизнесом, ну, что для нее главное? Это, ну, формула-то очень простая. Максимизация прибыли, минимизация издержек. Но в Газпроме этого никогда не было, потому что издержки, наоборот, их принимали бюджеты, раздутые до невозможности, выбирали самые дорогие варианты развития проектов. Ну, это известно, потому что там есть распил, есть откат. Куда деваться-то? Вот российская система. А вообще-то любая газовая компания, она ведет себя, должна себя вести так, чтобы холить и лелеять потребителя. Вот общепринятая практика в мире. У вас какой-то есть клиент, с которым есть контракт на поставку газа, и вы вдруг видите, что клиент не в состоянии, первое, взять те объемы, которые он обещал взять, а у вас там написано, что 80% от обещанных объемов он должен все равно оплатить, берет или не берет. Вот так, take or pay, вот эта знаменитая формула. А второе, у него просто денег нет заплатить за этот газ по той цене, по которой договорились поставлять. Что делает нормальная бизнес-компания? И что делают арбитры, которые такие рассматривают случаи? Они говорят, ребята, пересматривайте условия контракта. Самое ценное для вас, это рыночная ниша. Вот чтобы ее сохранить на лучшие времена, вы должны пойти навстречу потребителю. Есть другой подход. А другой подход. А что у вас есть? У вас есть газотранспортная система. Отдайте нам взамен тогда часть своей газотранспортной системы. Да нет, это с Арменией вот так получилось. То есть вот как в Армении не могли расплачиваться за российский газ. Сейчас вся газовая промышленность Армении, она принадлежит Газпрому, его дочкам там. И Газпром туда по очень низкой цене поставляет газ кому? Сам себе. А там уже, естественно, хозяин-барин, он потребителям армянским впаривает газ по той цене, по которой ему, этим компаниям, Газпромовским, выгодно. То есть полностью промышленность газовой Армении перешла в собственность Газпрома. А Газпром сам, вот он ведет себя так, ну, вы посмотрите, да, кто-то не хочет выполнять обманную схему выплаты якобы в рублях. Газпром по указанию из Москвы прекращает поставки. То есть в Финляндии, например. Дальше, вы посмотрите, сколько было случаев. Даневка обиделся Путин на то, что в свое время, вот в конце 2014 года, что Украина получает газ с Запада, покупая его у западных европейских там трейдеров. И он дает Газпрому прямое указание, прямо с телеэкрана, наполовину сократить поставки в Европу. Газпрому выполняет вот это, он самоубийца, фактически, он сокращает наполовину. И шесть месяцев подряд гонит газ в половинных объемах. Ничего этим, конечно, он не добился, но потерял четыре с лишним миллиарда евро неполученной прибыли вот от реализации этого газа. Это что, не самоубийца? Но как он будет дальше работать? Он же не хочет закрыться. Ну, нет, Газпром не закроется, потому что, ну, в России сейчас 600 с лишним, в идеале всегда было 700 миллиардов кубометров газа в год добывается, внутри страны 500 потреблений. Это раз. Потом какие-то пути все-таки сохранятся. Вот в российском государственном проекте бюджета на следующие три года написано, что экспорт российского газа, который будет подлежать налогообложению российскому, он составит 84 миллиарда кубометров в год. Ну, раньше-то было 202-203, а сейчас вот в этом проекте, то есть, часть газа пойдет, естественно, по двум трубопроводам в Турцию, они по-прежнему работают. Возможно, там одна веточка через Болгарию в Евросоюз все-таки на 16 всего миллиардов кубометров сохранит свою работоспособность. Есть еще в сторону Европы украинский маршрут, который пока очень слабо, но задействован, там нарушаются все договорные обязательства Газпрома, и есть Китай, а в Китае у нас есть договоренность, начиная с 25-го года 38 миллиардов кубометров газа по трубе силы Сибири туда должно отправляться, и возможно в будущем еще 10 миллиардов кубометров где-то на Дальнем Востоке найдут для того, чтобы в Китай отправлять, но там пока еще конь не валялся, что называется. Вот эти 38 миллиардов кубометров плюс Турции, плюс возможно через Украину крошечный поток скажем в Молдову куда-нибудь может еще идти. Все. Да, но вот такие компании как Роснефть и Газпром и как Татнефть, Лукойл в меньшей степени на мой взгляд, но это компании, которые встроены в российское государство своими еще социальными обязательствами. Особенно в местах, где они добывают, особенно в местах, где в общем-то они главное вообще экономическое явление. Что будет с этими социальными обязательствами на ваш взгляд? Ну смотрите, у того же Газпрома почти 300 тысяч сотрудников в компаниях всей группы Газпрома. Плюс к этому компании, которые обслуживают вот эту отрасль. Плюс это всякие детские сады, дворцы спорта, которые содержат, футбольные клубы в конце концов. Это где-то полтора миллиона человек вообще зависит от этого. Если хотя бы частично сократиться из добычи. Мы сейчас видим, что добыча Газпрома за год сократилась почти на 30 миллиардов кубометров. То есть где-то не... Те самые, которые не будет хватать Европе в следующем году. Да-да-да, примерно так. Ну, Европа, кстати, вот там еще один фактор, который мы не учли, это фактор экономии и энергосбережения, переход на другие источники. Вот это мы там еще тоже как-то недостаточно учитываем. А в России, да, да, вот Газпром может это все... Ну, это компания, которая могла себе позволить и для своего руководства. Я помню замечательный совершенно контракт, который они разместили. Солярий для лошадей на базе отдыха руководства Газпром. Ну, спокойно можно расходовать деньги национального достояния на поддержание каких-то спортивных клубов в Европе, шальки какие-нибудь там, или там в России Зенит, или бог... Я даже не знаю, что они там поддерживают, я далек от спорта. Но, ну да, но в принципе вот сейчас мы говорим о планах развития Газпрома. Они должны будут выполнять указания президента, а указания очень мощные по будущим капиталовложениям. Давайте построим трубу в Китай. Еще одну большую, большую, большую с Ямальского полуострова, откуда сейчас в основном качают газ в сторону Европы. Вот оттуда этот газ должен теперь в Китай пойти. Не учитывается, что завтра эта труба не появится. Это нужно 12-15 лет, чтобы такой мощности, которую планируют, построить трубу в сторону Китая. Второе, Китай не хочет этого газа и не собирается вот пока ни каких... Вот сколько не уговаривали на самом высоком уровне, как пишут во всяких коммунике, был затронут также вопрос о... вот об этой трубе в Китай и ноль внимания со стороны Китая. Им не нужен вот этот дополнительный газ даже по низкой цене. По смешной же цене, которая не оправдывает даже эксплуатационные издержки, газ качается по силе Сибири в Китай. А еще одна такая труба, ну просто некуда девать Китаю вот этот газ, который ему обещают. И потом Китай всегда говорил, через Монголию не надо нам никакого газа, мы транзитом не интересуемся. А планируют как раз через Монголию. То есть вот чтобы вбухать деньги, ну как, задача-то, это же государственная у нас компания, которая управляется коррумпированными чиновниками. А значит главная цена тут, как можно большее бюджеты и как можно большее распилы этих бюджетов на какие-то совершенно никому не нужные, некоммерческие, неэффективные проекты, ну как как у Газпрома, со всеми этими северными потоками абсолютно никому в принципе не нужными. С южным потоком, часть которого пришлось ликвидировать и трубы выкапывать на российской территории. Или с трубой Сахалин-Хабаровск-Владивосток, которые в основном бездействуют, взяли да построили. Или с силой Сибири, которая коммерчески полный провал, абсолютный провал. То есть главное это выделить бюджеты и распилить. Вот чем занимается государственная компания? Вот этим и будет заниматься компания государственная, которая возникнет если всех национализирует под крыло господина Сечина. Бюджеты распиливать надо. Михаил Иванович, а я, знаете, вот слушаю вас просто с замиранием абсолютно, но я не понимаю одной вещи. А почему, то есть если это самоубийство для Газпрома, а почему они продолжают все равно выполнять вот такие самоубийственные шаги, Путин ведь без Газпрома, он же не может закрыть Газпром? Нет, ну как закрыть Газпром? Это же нужно добывать газ, я же повторил, условно 700, да, вот по максимуму добычи, 500 идет внутри России, то есть потребляется на электростанциях, на газонах. Что с ними будет тогда, если они... Ну будет вот внутренней компанией, которая для немножко экспорта у нее там будет в какие-то точки, а так это будет компания, которая в основном должна будет удовлетворять внутреннее потребление вместе с другими компаниями, а газ добывает не только Газпром в России. Я боюсь представить, сколько будет стоить газ внутри России для потребителей. А у нас уже есть решение повысить тарифы на газ с декабря, по-моему, на 8,5%, если я не ошибаюсь. В следующем году там, по-моему, 9% запланировано. Да, конечно. То есть обдирать-то будут кого? Раз нет возможности получать из-за границы вот прибыль от экспорта, то обдирать будут население. Михаил Иванович, осталось меньше двух минут. Не могу вас не спросить про Иран. Все-таки родная для вас страна. Как вы смотрите на те протесты, которые там идут сейчас? Насколько это необычная история? Вот я очень внимательно слежу, потому что этих протестов было уже несколько волн. Я помню, вот раз в два года как минимум там начинаются бурные протесты по всей стране. Вот сейчас у меня было сначала такое ощущение, что это тоже подавят, задушат, и где-то надо будет ожидать следующих волн протеста, которые могли бы поколебать вот устойчивость режима Исламской Республики. Но не очень стихает. Периодами там идут какие-то затихания. Я смотрю на карту, каждый день в скольких городах идут протесты. Сначала эти точечки на карте, они как-то стали более редкими. А сейчас опять вот все это пошло. Я смотрю клипы, когда на тегеранских улицах, ну, это не бурная толпа идет на демонстрацию. Но молодежь на мопедиках подскакивает, жгут шины, что-то делают. И появились документы в сети, которые я внимательно читаю, но на персидском языке фотокопии того, что армейское командование докладывает руководству о том, что есть настроение, я внутри в армии уже сочувствующие вот этим инсургентам, восставшим и протестующим, то есть оппозиции. Это вот очень здорово уже должно настораживать. Я внимательно слежу. Предсказывать ничего не буду. Не нужно предсказывать, да, но нам просто... То есть вы считаете, все-таки это из ряда выходит предыдущих протестов? Вот уже есть признаки того, что это сильнее, чем было раньше, тем волны, которые проходили раньше. Могут задавить, могут задушить, по-прежнему все это еще, возможность такого. Но дальше пойдут новые волны. Но вы представляете, сколько там молодежи, мало того, образованной молодежи. И как я вот сейчас выяснил, 83% населения страны имеет доступ к интернету. То есть это уже не та публика, малообразованная, которая могла устроить власть Исламской Республики. А это еще и тех, кто понимает, что, в общем-то, этого недостаточно для саморазвития, для развития страны и так далее. Молодежь. Вот на нее... И в тот раз молодежь свергала шаха, и в этот раз молодежь может сказать решительное слово. Спасибо большое. Михаил Крутихин был у нас в эфире. После нас в приложении Эхо слушайте программу Бориса Гребенщикова Аэростат. До свидания.